Эффект неожиданности ли? От ветеринарной экзекуции? Жуи, держи. Руку мою, держи, что? Всё. Что хочешь, скажи? Приходи в следующий год. Получишь, держи, а? Буду честен. Хотел, конечно, потрогать пяточку. Но панда не ест эвкалипт. Мою, держи, что хочешь? Самый сложный вопрос. Что? Что? Где же, а? Сейчас? Что? Что? Здравствуйте. 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 Светлана Владимировна? Да. Очень приятно. Светлана, здравствуйте. Вы знаете, я с начала 2000-х сюда ходил. Даже в конце 90-х. Ещё будучи студентов участвовать на Поварской улице. Здесь недалеко. У меня был студенческий билет и я сюда приходил со скидками. Как раз захватило, чтобы потом мы не забыли подарить книжку про панды, раз вы такой большой любитель. Да. У меня просто, знаете, внутри, скажем так, семейно, кличка такая была панда. Да? Да. У меня глаза грустные всё время. Хотя это не так. У них хитрючие в основном глаза. Ну, может быть, и в этом тоже они что-то посмотрели. На самом деле, когда мы их привезли, всегда же говорят, что панды в основном спят, да? Приходишь, питомник смотришь, и они всегда спят в основном. Мы наши приехали, они такие активные, что мы думали, что на самом деле там поотсунули каких-то обезьян. Смотрите, вот всё-таки какое-то мнение есть такое, да, что в животных в зоопарках они как бы чувствуют себя немножко... Ходят по кругу и, то есть, скучают. Вы можете по этому поводу что-нибудь сказать? Да, на самом деле, хождение по кругу – это такая есть болезнь у животных, которые находятся в неволе, и называется стереотипией. Да. И они вот ходят, когда им скучно, они ходят по кругу или делают одно и то же движение. И для такого, для вот исключения вот таких вот стереотипических поведений есть у нас целый отдел, который занимается разработкой и работой с животными каждый час, каждую минуту. Они придумают разные игрушки, например, там, да, чтобы животное само думало, что оно может влиять на свою среду. Например, вот медведица у нас попрошенничает роза, а чтобы она не попрошенничала, ей наши зоологи подкладывают там везде под камушек, там ведерко, в конус еду. Она ходит, добывает еду, да, 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 и отвлекается. То же самое для панд. Разные приспособления, разные игры. Вот ЖИ любит картонные коробки. Например, как мальчишка, он приходит их и разрывает, а ну и очень любит с картонными коробками играться. А самочка, динь-динь, она такая более эстетка, она любит там игрушку какую-то красивую подвесить, она вот этой игрушкой целый день может заниматься. Такие абсолютно разные характеры. И, кстати, вот я рассказывала про ветеринарные тренинги, которые существуют у наших животных во всем зоопарке. Сейчас вот мы подошли к павильону Китая как раз. Пауна Китая павильон называется. И я вам покажу, как проходит ветеринарный тренинг с нашим самцом ЖИ. ЖИ? Да, ЖИ. А, этот обеззараживающий коврик нужно наступить, чтобы промокнуть ноги, чтобы инфекция с ног... Оп. Угу. Сделано. Достаточно, проходите. Это дезинфекция рук, так как вы сейчас будете работать и контактировать с едой и с животным. Мы вам ранее рассказывали технику безопасности. О, уже хочется взять. Соответственно, да. Обязательно нужно соблюдать, близко не подходим. У него очень маневренные пальчики, которые могут управляться даже с соломинкой. Поэтому очень аккуратно. Он, конечно, вас не укусит, не съест, но создаст вам угрозу тем, что достанет до вас лапкой и может поцарапать, либо нанести какую-то травму. Наверное, повторюсь, это значит, что мнение, в принципе, ошибочное, да, что панду прям может дойти обнимать. Обнимать, конечно, нельзя. Обнимать нельзя. Это делают волонтеры, которые занимаются с малышней и выращивают их искусственно. Поэтому, конечно, это заблуждение. Итак, вам покажут ветеринарный тренинг, который проходит ежедневно три раза в день. Динь-Динь и Жуи не отвлекаются на китайский манер. Нужно так сказать. Жуи! Динь-Динь! Мне кажется, поскольку сейчас Жуи жует, он не будет откликаться. Но я попробую его отвлечь китайской песни, которую я как-то тут получил. Все равно, понимаете, кушает, кушает. Я его зову, это буквально китайский китайский. Ничего. Вот сейчас, смотрите, что он делает. Он протягивает лапку и параллельно его кипер трогает. Это делается для того, чтобы когда нужно было делать ветеринарной экзекуцией, то тогда можно было, да, сделать жгутиком, например, обвязать, взять кровь у него, померить давление, проверить шерсть, да. И вот что нужно делать. Нужно дать кусочек еды и, соответственно, в это время потрогать лапку. Сейчас мы можем показать, как он встает. Смотрите. Жуи! Да. Все это делается для того, чтобы у него разрабатывались с лапки. Вот самцу очень полезно приседать. Попробуйте тоже показать, чтобы он сел и встал. Рукой прям вот так. Жуи! Теперь вниз. Жуи! Жуи! Аккуратно. Жуи! Все отлично. Ой, как груша. Все, мне 10 лет теперь уже. Теперь, да, смотрите, теперь вот показывают ему уже, что нужно открыть рот, чтобы проверить его зубки. Молодец. Ага. Ага. Эти? Ну ты зубастый, конечно, человек. Морковь. Позволите? Жуи! 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 Вот. Теперь можно показать, что ему нужно взвеситься. Он переходит на весы. Смотрите, сейчас проверим. Он очень хитрый и умный. Он знает, что такое весы. И знает, как нужно взвешиваться. Но иногда хитрит и придерживается лапками за вот эту железную конструкцию. Специально, может быть, показать, что он недостаточно… Не хочет показать свой вес. Не хочет показать. Он еще, да, недостаточно сыт как будто бы. А сейчас мы рост его посмотрим. Это он приседает. Молодец, молодец, мальчишка. Теперь давай покажем рост. Какой уже и рост. Сколько он? Так. Еще не до рост до 160. Угу. И мех такой у него… Ну, он серьезно. Ну, конечно, забавно ходит. И они передвигаются сидят. Ну, это да, очень интересные животные. За ними интересно наблюдать. Наши экиперы-изоологи проводят ежедневный мониторинг их состояния физического. Утром их взвешивают, проверяют сколько он ел, сколько съел бамбука. В рационе у них 99% их рациона – это бамбук. Один процент – это всего лишь дополнительные вот ингредиенты. Морковку он любит. Есть панкейки, которые специально для него выпекают. Из лаковых там они обогащены витамином. Неужели столько в бамбуке всего? Бамбук, на самом деле, достаточно скупная энергетическая ценность, да. Поэтому они достаточно большое количество его употребляют. Всего 5 вида бамбука, да. И им нужно постоянно есть, чтобы быть активным. Каждому подойди. Из-за этого они съедают где-то порядка около 40 килограмм за день. То есть целый день они питаются? Да, 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 в основном. У них очень отличаются характеры уже и день день. Живи совсем такой мальчишка. Он такой парень-рубаха, очень любит посетителей. А день день она такая прям девочка. Любит, чтобы к ней внимание было. И пьет из чашечки. Не из прудика, а только из чашечки. Такая эстетка. Хотел, конечно, потрогать пяточку. Так, вот это на самом деле бамбук, да. Это самая любимая часть его. Только вот побег, да, сэр? Да. Можно ему дать? Самый молодой. Вот переверните. Вот так кровь. Он возьмет сейчас сам. Вот так. И сейчас будет чистить. Ха-ха-ха-ха-ха. Это очень весело. Это самая любимая часть бамбук-то у него. Ой. И хрустит, как ему нравится. Умекает, что еще не все отдали, например. И держи. Вот мой одец. То есть, он так аппетитно это делает бамбук. Так пахнет, что я готов. Должен попробовать. Бамбук же есть? Сладкий, да. Едят он же как бы. Ну, наверное, что-то наподобие нашей кукурузы, да? Кукурузы? Немножко речки. Речка, да. Ммм. Вообще культура кукуруза больше похожа. Ха-ха. Все, съем и съем все тебе вернуется. Рождаются они вот совсем маленькими. Сто семьдесят два грамма, сто семьдесят шесть. И розовые, абсолютно без шерстки. Может быть там пушок у них есть. Да. У них очень маневренные пальчики. Он может управляться даже с соломенькой. Ну так они искусно держат. Как человек. Да, да. Тут подшерсты не видно, да? Чем они опасны? Тем, что не видно мимики на лице. Ты думаешь, что он всегда такой хороший, всегда милый. Мимики не видно абсолютно. Итак, Дмитрий, в нашей программе мы всегда задаем вопросы. Ну, чтобы проверить насколько вы эрудированы в этом вопросе. Понятно. И мы проверим, вы скажете это правда или нет. Какие-то нюансы о наших пандах. Панда может спать 12 и более часов в день. Правда это или нет? Ну, панда не ест эвкалипт. Вот. Эвкалипта коала ест. Так. Коала может быть может спать 12 часов. Вообще может себе позволить. Но поскольку это все-таки семейство медведей, наверное, же, да? А медведи любят спать долго, то и могут, могут 12 часов спать. Правильно? Да. Логически если подумать. Как я выкрутился. Нормально. Так. Панды это большие еноты. Что? Верно или нет? Ракуны? Да. Нет. Но раньше считала, что действительно панды это еноты, большие еноты. Но сейчас нет, они относятся больше к медведям. С китайского панда переводится как медведь-кошка. Верно или нет? Да, я слышал. Да. Буду честен. Так. У панд есть фальшивый шестой палец для удобного придерживания стеблей бамбука. Верно или нет? У меня такое ощущение, что верно. Молодец. Потому что у меня тоже есть. В первые дни после рождения большие панды почти полностью розовенькие и без меха. Верно это или нет? Это я слышал. Это я знаю. Это правда. Итак, сейчас самый сложный вопрос. Что? Ты решил немножко... Знаете, как в кино здесь снимаешься, бывают такие тупики. Так, да. Все. Идраемся. А какой вопрос сейчас? Сейчас? Что? 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 Это предпоследний вопрос. Готово к размножению только раз в год. партии. С побочной-побочной партией. С побочной-побочной партией. То есть это многочастное произведение. Мне кажется, что в этом действительно слагать должны. Гимны. Вот. А я к этому иду. Ну, мы не говорим, что песня про пангу. Плохо. Хорошая песня. И так, у нас с вами остался один вопрос, но он коронный, который задаю всем гостям. Какое ваше первое впечатление от посещения московского зоопарка и когда оно было? В каком возрасте? Так, по-моему, первый раз это было на первом курсе. В девяносто девятом году, может быть, двухтысячный, могу ошибаться, я пришел сюда после занятий. Вы находитесь где-то посередине между бригадой, даже ближе к бригадной и девятьсот пятого года. Хотя равное, по-моему, расстояние. А я учился на Паварской. У нас был единственный переход через Садовое кольцо. Он тогда был наземный. Так. И я был здесь в каких-то, по-моему, отношениях. С девушкой я пришел. Мы ходили, смотрели, держались скромно за руку. Как мило. Так, следующий вопрос. С каким животным ты ассоциируешь себя и почему? Ой. 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 Все замолчали сразу. Так. Ну, во-первых, скажу, что я в отношениях был, у меня кличка была Панда. На самом деле у меня дома много фигур панды. Ну, я, наверное, все-таки… Собака, наверное. Собака? Сложно говорить. Кто это? Собака. Собака. Ну, мне долгое время нравилась порода веер-маронеж. Такая собака есть. Вот. И мне казалось, что мы как-то очень похожи. Все же собака. Лучший друг человека. Ну, вот почему-то так. И всего вот собака. Здорово. В каких зоопарках в мире ты еще был? И что запомнилось? Так. В Берлине я пришел в зоопарк. Но он был закрыт. А в Сидне. В Сидне, в Австралии я вот это был. Докажи, что это ты. Это была. Была. Ну, спасибо за вопрос. Собака. Ну так, навскидочку. Пантера. Пантера. Потому что вот это вот. Разве не на Тушкана, нет? Принято. Спасибо. Дима, я услышала, что ты себя ассоциируешь с собакой. Давай проверим, с кем тебя ассоциируют наши посетители. О, давай. Серьез ты, кстати, вообще. Да. Кого он вам напоминает? Посмотрите очень внимательно. И ответьте. Жирафа. Ха-ха-ха. Я надеюсь, Дима Билан не смотреть не будет, чтобы его не обидеть. Ну, я бы сказала, что везде разное. Забавно. Уже Дима Билан. Есть такое животное. Дима Билан. Да, на Кунису. Очень сложный вопрос. Носама. Он сзади до меня стоит? Да, конечно. Здрасте. Носама? Да. Годзилла. Я говорю, на панду похожа больше ей. Приятно. Приятно. Взаимно. Лимов. Нормально. Благодарю. Пожалуйста, добро за добро. Я тоже. Скажите, Анна. Привет. Здрасте. Как вас зовут? Александра. Очень приятно, Дима. Держи, держи. Руку мою, держи. Он есть больше хочет. У меня сразу мультик «Мадагаскар» в голове. «Мадагаскар» или… «Мартин». «Зебра». «Зебра». «Мартин». Вполне себе, кстати. Да? Да. Полоса белая, полоса черная. Сейчас белая. До этого был сом. Спасибо большое. До этого был сом. У каждого животного есть своя индивидуальность, свои эмоции. С ним нужно заниматься. Если у вас есть домашний питомец, не воспринимайте его как игрушку. Проводите с ним как можно больше времени. Придумайте для него занятия. Это ваш друг. Воспринимайте его как друга. Вы в зоопарке со Светланой Акуловой. Пишите в комментариях интересные истории, как вы занимаетесь со своими питомцами. И три счастливчика получат от меня сувениры. Ставим лайки и ждем новых серий. И пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в следующих сериях. До новых встреч! И напоследок интересный факт об акулах. Они не боятся стоматологов. На место сломанных зубов у них вырастает сразу же новый. За свою жизнь они смогут сменить до 30 тысяч зубов. Субтитры создавал DimaTorzok